Приветствую вас. Я думаю, что мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, безусловно, прав в том, как он интерпретировал то, что с вами, собственно, говоря, произошло. И, на мой взгляд, вам к нему надо бы прислушиваться, вне всякого сомнения. Вот. Но я хотел бы задать вам такой вопрос, если позволите. Как у вас обстоят дела с вниманием. То есть чувствуете ли вы себя значимым. Чувствуете ли вы себя важным. Чувствуете ли вы себя ценным. Потому что мне известно такая история, что когда человек, ну вот, в данном случае, вот вы. Думает такой вот, как вы, периодичностью про заболевание. Как правило, такой человек хочет привлечь к себе внимание. Отчасти неосознанно. Отчасти. Потому что это единственный способ для такого человека. Вот. Плохого в этом, конечно же, ничего нет. Ну вот. В том, что, в том, что, к примеру, вы используете такой вот способ, да? Потому что, по-другому, вероятно, вы, ну просто, не умеете получать внимание. По-другому. Вот. Ну, важно, конечно, другое. Важно, конечно, то, что вы используете. То, что вы используете. Какие средства, точнее, вы используете для того, чтобы это самое внимание получить. Да? То есть, вот. Какие способы вы используете? Как вы, там, грубо говоря, привыкли получать внимание, каким образом вы привыкли получать внимание. Наверное, это те вопросы, на которые вам нужно ответить. Наверное. Это те самые вопросы, на которые вам, ну, желательно ответить. Наверное, это те самые вопросы, которые очень важно рассмотреть. Вот. Потому что... А от этого, ну, на самом деле, зависит довольно много. Вот. Например, от этого зависит то, как вы дальше будете устраивать отношения с людьми, в том числе даже и с собой. Да, вот. С самим собой. Как вы будете это делать. Это важно. Если вы, если вы, если вы, если вы не чувствуете себя значимым, если вы не чувствуете себя важным, то у вас может развиваться такая вот модель поведения, при которой вы, ну, используете болезнь, как способ, как средство, средство, получить себе необходимое внимание. Вот. И... А... Генерируете все новые и новые. А... А... Это самое... Внимание... Внимание... К... Себе... Привлечь. Опять же... Поймите... Правильно... То, что... Плохого. В этом... В этом... В этом... В этом... Нет ничего. Ну и... А... А... Магического в этом... В этом... Что же нет. Потому как... А... 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 Это вполне закономер. Вот. И... Даже... Задавая вопрос... Нам... На... Сайт... Вы... Получаете от нас внимание. Вы получаете от нас внимание. Вы получаете от нас время. Которые... В любом... Другом... Случае... При... Любом... Другом... Раскладе... Скорее всего... Не получили бы. И... Вот это... Это... Наверное... Очень... Важный момент. Потому что... Вероятно... Вы... Сами... Э... Ну... Не совсем... Отдаете... Себе отчет... В этом... Возможно... Возможно... Вы... Ну... Не отдаете себе отчет... До конца... В... В... Том... Что... Хотите... Внимание... Вот... Ну... Тем не менее... Вам его... Хочется... И... Тем не менее... Вы... Как-то... Вот... К нему стремитесь... Ну... то как вы можете пытаться его получить, вот это самое внимание, может представлять, конечно, угрозу. И в первую очередь угроза для вас самого, потому что вот, ну грубо говоря, да грубо, волосы свои вы потеряли уже, вот, сейчас вы можете использовать это, чтобы вас вот ожалели. Вот. Использовать некоторую, такую вот мистичность, мистичность, да, в том, что с вами происходит. И, значит, как-то вот прибегать к таким, ну, вещам, да, как, значит, суверия, магия и прочее. Хотя это ничего общего не имеет. Реально, что, к сожалению. Такой момент. Я думаю, что в какой-то степени вы склонны, может быть, себя винить. За что-то. За. Может быть, какие-то вещи, может быть, вы просто считаете себя чем-то виноватым. Но, если вы считаете, с одной стороны, что вы виноваты в чем-то, а с другой стороны, например, что боитесь ответственности, к примеру. То этот момент, момент страха ответственности, можно и нужно решить, чтобы вы, ну, как-то вот скорректировали этот момент. Чтобы вы не боялись ответственности, чтобы вы не пугались ее. Сейчас, сейчас, сейчас же, у меня есть, вот, такое ощущение, да, сейчас, что вы ответственности боитесь своей. И, на мой взгляд, вам, ну, 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 вам не нужно ее бояться, на мой взгляд, как бы. На мой взгляд, вы боитесь все, потому что, ну, вероятно, испытываете, испытываете сложности с тем, чтобы сказать «нет». То есть, или боитесь ошибки, боитесь ошибки, например. А то, что касается наказания, то это вы, ну, какую степень, наверное, повторяете родительский свой, такой вот сценарий, когда родители вас, может быть, на что-то наказывали, и вы сейчас вот фактически к этому пришли. Вот, а может быть, всегда это у вас было просто повод искали. Тут тоже такой момент. Весьма не одна в нашей, конечно же. Так или иначе, нужно смотреть, нужно смотреть на то, как вот вы, ну, дошли до идеи о том, что, вот, ну, на вас может быть какая-то там порча, да, что, вот, как вот, там, там, все это может быть достаточно негативно по отношению к вам. Вот. Мне кажется, что это было бы весьма полезно для вас. Потому что позволило бы решить те внутренние трудности, которые у вас, ну, вот, грубо говоря, сейчас имеются. Вот. Что касается мыслей, что касается мыслей, то нет, мысли не материальны. Существуют. Какая-то, но, поскольку, действие человека в какой-то степени, а то и не в какой-то прямой степени зависит от мыслей этих самых, то, если человек, к примеру, думает о человеке, то это, конечно, может влиять на его поведение, это может влиять на его модель поведения и, соответственно, могут быть сложности в том, как воспринимается мир. То есть, если человек указывает, что он о чем-то думает, например, человек указывает, что вот я, значит, думаю о том, что об усею и начинаю лысить, человек указывает, что это означает материальность мыслей, но на самом деле, конечно, к материальности мыслей здесь никакого отношения это не имеют, потому что делать не материальные мысли, а делать все в том, что человек, когда он об этом думает, он начинает, ну, как-то вот действовать, да, начинает что-то делать. И вот, и, соответственно, когда человек что-то делает, он кратки приводит к тому, что мысли становятся материальным. к сожалению. А вот так формируется вот эта вот установка, что мысли материальные, соответственно, а соответственно, суеверия работают, и это значит, что мы живем в мире суеверий. Это, на самом деле, это не так. Вот, на самом деле, это ни в коем случае не так. Ну вот, такой я могу дать вам ответ, я надеюсь, что это было как-то вам полезно, да, и надеюсь, что вы для себя, ну, выводы сделаете. Вот, определенно, я надеюсь, я надеюсь, что вы, ну, как-то вот подумаете над тем, куда и как по жизни вы идете, да, что вы по жизни делаете, вот. Вот, и какие, с какими, точнее, трудностями вы, например, опять же, по жизни своей сталкиваетесь, вот. Это достаточно важный момент, достаточно важная история, потому что от этого напрямую зависит то, как вы, ну, вот, как вы позиционируете, грубо говоря, себя в, ну, на своем жизненном пути. Вот, скажем так. Это очень важная история, это очень важный такой момент. Вот, и я надеюсь, что вы как-то вот для себя эти моменты разрешите. Вот. Дальше. Значит, следующий ваш вопрос. Может ли, может ли, может ли, может ли я просто угадал или заметил изменения, но что если нет, не следует, я не могу, не могу не думать об этом. Да, вот, то, что вы не можете об этом думать, это очень интересно, потому что, как бы, идея здесь в том, что у вас есть признаки навязчивых мыслей, вот, а это связано с определенными вашими желаниями, которые, судя по всему, вы себе запрещаете. Определенными призываниями, которые вы себе подавляете, вот, и у этого, конечно же, есть свои основания. То есть, вот, что я имею в виду, говоря, значит, про, ну, про основания, да? Я говорю, как раз таки, вот, про, ну, говоря про основания, я имею в виду, что основания для мыслей навязчивых, от которых, вот, не можете вы избавиться со временем, думаете. Вот, за этим кроется некое переживание, которое вы, скорее всего, не прожили. Вот, а наша задача, вот, именно, как психологов, как специалистов, вам в этом помочь. То есть, наша задача помочь вам решить, собственно, проблему. Ну, вот, вашу проблему, проблему, грубо говоря. То есть, наша задача, это, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам увидеть конкретно, что за переживания вы себе подавляете. Вот, и помочь вам его, ну, если требуется, да, то прожить, помочь вам его прожить, вот это вот переживание. Вот, ну, а если речь идет о, там, неком запрете, то и разрешить и научиться адекватно реализовывать. Вот, все это, в принципе, вполне себе в наших силах. Главное, чтобы вы, вот, главное, чтобы вы, ну, были готовы работать, ну, вот, в нано. В этом, в этом направлении. Вот, и, в принципе, этого достаточно будет. Вот, то есть, я надеюсь, ну, я надеюсь, я надеюсь, что вы примете верное решение. Вот, ну, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот, то, что, в принципе, можно, то, как вам можно ответить на вопрос, на ваш. Вот, в принципе, все, обязательно, вот, постарайтесь подумать, ну, на те темы, на те темы, которые я, значит, поговорю с вами, вот, по такому. Можно сказать, односторонним, да, порядком. Вот, обязательно подумайте, решите для себя что-то, вот. И обращайтесь не за мистикой, хотя вам, может быть, и будет ответ этого. А, обращайтесь за таким, таким, вот, более реалистичным обедом. Вот. Последнее, что хочу сказать, Игорь, это то, что вы, вероятно, ощущаете себя не свободным. Я пилот, вот, люди, которые обращаются к мистическим представлениям, очень часто чувствуют себя не свободным. Очень часто такие люди ощущают себя не свободным. Хотят вырваться из того мира и из тех рамок, которые, по их мнению, начинают им что-то делать. Порой даже не осознавая. И, вот, подобные мысли, когда человек, вот, вот, обращается, обращается к мистикам. И, опять же, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам, как-то вот, эту или эти трудности решить. Вот, чтобы не мешало, чтобы вам это не мешало, чтобы вам это не мешало жить. Вот. Вот то, что хочется вам сказать. Ну, в любом случае, последними словами. Надеюсь только, что решения вы примете верные. Вот. Я желаю вам удачи. Всего доброго. Я надеюсь, что все у вас получится, все будет хорошо. Вот. Я очень надеюсь, что, значит, ну, что ситуация нормализуется. Вот. И вы найдете ответы на свои вопросы. Не те ответы, которые, вот, сейчас вы пытаетесь найти. А ответы все-таки, все-таки, все-таки более реалистичные. Вот. И, где бы больше, зависело от вас. Потому что, как вы понимаете, в мистике от человека зависит довольно мало. Ну, а от одного конкретного человека, да, зависит очень мало. Вот. И в этом кроется, ну, такая вот основная ловушка того направления, которое вы выбрали для себя. Что ж, Игорь, я буду рад вам помочь, если вы обратитесь за помощью ко мне. Вот, ну, я вам желаю спокойствия, гармонии. Я вам желаю определенности, я вам желаю стабильности, я желаю вам уверенности. Всего вам самого доброго и удачи!